Паша Фрейман 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 Другие вещи Собственно, пару советов я вам сразу могу дать Это первое Не играйте с музыкой Я знаю, что это в принципе нормально Если музыка там играет недолго Ой, не громко Если вы в принципе понимаете тайминги И все такое, но звук в игре Очень важная составляющая Например, когда вы уже будете отличать Свои орудия от вражеских орудий Будете понимать, что там Ага, за стеной выстрелила 76 мм советская Стопудовая Значит там типа либо КВ Либо Т-34 Иначе надо быть осторожным Ну или наоборот, типа вот она выстрелила Сейчас у нее будет КД Я должен успеть к нее доехать И так далее, и так далее Это первый момент Не играйте с музыкой И просто слушайте игру Можете даже музыку оставлять Чтобы она просто была настолько тихая Чтобы вам было слышно игру И это реально очень сильно помогает Второй совет Я бы хотел вам дать Это чаще смотрите по сторонам Кстати, сейчас было видно Что на меня выезжала М10 Но, к сожалению, я в момент Именно самой игры Я, когда ты играешь Как я думаю, надеюсь, вы понимаете Что во время игры Внимание у тебя немного на другие вещи Акцентируется Поэтому Я пропускал на авиатанке Вот когда я сейчас смотрел Смотрю повтор Я это все вижу И понимаю, что Блин, если бы я его увидел раньше Я бы его забрал Мне бы не сняли танк И так далее, и так далее Может быть я бы даже Еще больше фрагов бы сделал В общем, следите По сторонам Обратите внимание Насколько часто я вообще Кручу камеру Кстати, многие спрашивали Как блокировать башню Вы просто в буковку С Нажимаете На клавиатуре И крутите мышкой Тогда у вас башня будет смотреть Только в ту сторону Куда она смотрела изначально Вот Ну и, соответственно Надо смотреть на мини-карту Если вы видите мини-карту Соответственно, вы будете уже Примерно знать Где кто находится Вот Как вы видите Сетап у нас довольно неплохой Даже, я бы сказал, отличный И замечательный Просто надо грамотно им пользоваться Ну, плюс нам еще с врагами Повезло Они тут Немного Не очень Как бы Хорошо поступали Да, немного Неправильно ездили Не прикрывали друг друга Более-менее Катались все по одному Тем не менее Точки у нас захватываются Мне приходилось Соло, можно сказать Выкатывать на них И захватывать их обратно Так как наши союзники Почему-то особо Так с респауном Даже толком-то И не выезжали В целом я Бой затащил Практически в одиночку Там практически Никто ничего не делал Поэтому было Мне немножечко обидно Сливать такую катку Пока я с вами, кстати, говорил У меня уже 10 фрагов И один захват точки Мы сейчас едем Снова на захват Отбивать у врага Точку И, собственно Потихонечку будем Разносить Противников Налево и направо Тут у меня была Череда нескольких Выстрелов Конечно, в течение боя Немножечко неправильных Там был то ли разброс То ли еще чего-то В общем, иногда Была моменты Когда я не попадал Иногда я вот так вот Стрелял на шару Видите тут дым Дым от точки Дым от противников Не совсем понимаешь Куда стреляют наши союзники Но, кстати, на это Кстати, советую вам Тоже обращать внимание Если вы видите Что союзник Куда-то стреляет Значит, либо он стреляет Ну, просто так И он дурачок Что довольно часто бывает Либо он стреляет Реально во врага И обращайте внимание Если союзник стреляет В какую-то сторону Просто посмотрите туда Хотя бы Вдруг там реально танк едет Тогда вы можете остановиться Его забрать Возможно, вы остановите Объезд вас Сзади Или с борта На это тоже надо Обращать внимание Ну и Почаще пользуйтесь Биноклем Бинокль он Выше, чем Ваш прицел Выше, чем Третье лицо Иногда даже Поэтому Пользуйтесь Биноклем Это реально Очень полезная Прикольная фича Что бы еще Хотел вам сказать Ну, как видите Я играю на ультрах Ну, те, кто на стрелях Приходят Это я не только Для повтора Включил эту графику Я реально На этой графике играю Поэтому Если вы считаете Что, например Выставив минималки Вам это как-то поможет На самом деле нет Если скиловика Встретите Он вас и на ультра Настройках завалит Потому что он будет знать Плюс-минус Где кто находится Ну, соответственно Надо Ну, одно из основных Таких, да Вещей Изучение ТТХ Техники Вы должны Плюс-минус знать Какой танк Сколько перезаряжается Где у него Тоньше броня Где у него Слабые места Где сильные места Где бы укладка Желательно Очень сильно Хочу обратить Ваше внимание На места Где сидят наводчики Всегда смотрите Где наводчики Потому что Если вы убьете наводчика Соответственно По вам Стрелять уже будет Невозможно Это касается В принципе Любой техники То есть Просто знайте Где наводчик И все Ну, и опять же Обращайте внимание На то Что происходит В какой-то раз Видите Передо мной Стоит Новинка Патч 1.8.3 Я ее не вижу Хотя вон она Стреляет По ней стреляют А я ее не обращаю Внимание Потому что я смотрю По сторонам Ну, вижу противника Начинаю на него стрелять А эта ПТшка Все еще стоит И она, кстати Меня почему-то Не видела Видела меня Только в последний момент Вот сейчас По мне был выстрел Я начал искать Откуда И увидел ее Вот она Оказывается стоит Во время игры Этого я не заметил К сожалению Внимание было Акцентировано Как я и говорил На другие вещи Некоторые Повторю Я уже видел Да, блин Она там стояла Я ее не видел Все это время Как же так Тут я обратил внимание Что у нас на радаре Как вы можете обратить Своего внимания Извините Что повторяюсь словами Подсвечивались враги Я это На это посмотрел И решил поехать Их попытался забрать Ну, собственно У нас это все получается Очень довольно неплохо Также слышал выстрелы Из-за стены Ну, соответственно Решаю Туда поехать И посмотреть Кто же там такой стреляет Злой А это оказывается Як-20 Ой, как он там называется Короче, я забыл Извините, ребят Что забываю название Некоторой техники Я сейчас записываю Одним дублем Пытаюсь вот сейчас Вот так вот Собственно Такими темпами Записывать видео Потому что это Намного-намного Быстрее у меня Получится их выпускать В таких вот Условиях Скажем так Ну, тем временем У нас уже Два захвата точки 17 фрагов И один ассист У нас, кстати Подсосали враг И сейчас Он будет Маленький спойлер У меня сейчас Подсосут еще один Сейчас будет Просто супер Замечательное Заброневое воздействие По Су-57 Камерным снарядом Вот, смотрите Просто Просто красная Трансмиссия И По-моему Баг Мы выбили ему Или двигатель Там, не помню Короче, просто И никого не убили Самое интересное Потом я начал стрелять Пулеметом И у меня Моратор подсасывает Выстрелив ее в борт Собственно Было немножечко Обидно Иногда Тундра все-таки Заставляет задать вопрос А какого хрена Почему мой снаряд Прошел Как бы И ничего просто Не произошло То есть Осколки все Остановились В трансмиссии Короче, короче Я не знаю Некоторые моменты Даже после 5 лет Игры в Ратандер Ребят Я многие моменты Не могу Объяснить Понятий И так далее И так далее Тут у нас уже Бой по сути Поближается к концу Кстати Да Хотел Изначально сказать Но скажу сейчас Я записываю Записал этот ролик Через повтор Серверный К сожалению У меня стрим Я хотел это со стрима снять Но Стрим у меня До сих пор не обработался Он почему-то в 360p На ютубе Собственно Такие косяки бывают Что Стрим и видео Вообще не обрабатываются Там по несколько недель Даже бывает такое Ну вот Там 360p Там вообще Ни хрена не видно Я еле-еле увидел результаты И их я вам вынесу В конце ролика Отдельным текстом Чтоб Более-менее Вам было понятно Собственно Ребят Краткий итог 4.0 Немцы Имба просто лютая Жесткая Вообще просто нереальная Если есть возможность У вас покупать Эту технику То купите обязательно Особенно если на нее Выпадет скидка Я знаю там по-моему Какая-то часть Техники уже не продается У меня просто Так как открыта Большая часть Я не знаю Какая сейчас выведена Из продажи Сколько она стоит Поэтому не могу вам Ничего по этому поводу Сказать Вот собственно Мы убиваем 21 фраг И на этом Как бы Бой заканчивается Но я вижу в конце Еще зенитку Успеваю по ней Еще залить С пулемета И собственно Я как бы Как видите на повторе На киллками Я ее убил Но в результат Боя нам это Не пошло Ну собственно Вот такие вот Результаты Я надеюсь Вам понравился Такой Формат видео Если да То не забудьте Поставить лук Подписывайтесь на канал У нас будет много Разных Видосиков Может быть Советов И так далее Гайдов И так далее Все будет Все будет интересно Вот С вами был Паша Фримен Всем удачи И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok